Зулета Кирбижева приехала на фестиваль со своим коллективом Инджич Пшинаухар, художественным руководителем которого Зулету выбрал сам коллектив, решив, что именно она обладает качествами, необходимыми для поддержания на концертах и репетициях рабочей атмосферы. Коллектив очень интересный. Коллектив людей, из которых уже состоялись как гармонисты, как исполнители, как вокалисты. Объединить это очень нелегко. Почему? Потому что навыки, которые наработаны по сей день, которые уже определенный опыт имеют, их объединять не сразу возможно. Коллектив, образовавшийся совсем недавно, уже завоевал множество поклонников и намерен покорить сердца всех собравшихся и в этом зале. На сцену Дома культуры в ауле Жако поднимались коллективы из самых разных сел и аулов, приехавшие на фестиваль, чтобы показать свой талант и напомнить молодому поколению, что гармонь все еще популярна в народе. Все ориентировано на молодежь, чтобы они знали именно адыгские мелодии, именно чтобы они понимали, когда играет адыгская музыка, чтобы они вникали в эту музыку. Каждая музыка идет, несет свою мысль, свое чувство будет нести. Я думаю, все гармонисты, все профессионалы будут доносить до зрителей свою задумку, свою мелодию будут доносить до зрителей. В фестивале могли принять участие как опытные гармонисты, так и юные таланты, только вступившие на путь искусства. Огромную пользу фестиваль несет именно молодым ребятам, которые благодаря ему смогли заявить о себе перед публикой. В ближайшее время на сцене Дома культуры Аула Жако музыка будет звучать очень часто, ведь здесь планируется провести еще несколько подобных фестивалей. У нас планы большие на будущее. Разные фестивали хотим проводить. Есть адыгаджок, который проводится и в районе. И разные улы стараются к себе пригласить этот фестиваль. Но мы в этом году один раз попробовали в августе. У нас это прошло успешно, как нам кажется. А в следующий раз были еще лучше.